Для открытия основной части программы приглашается хозяин бала, ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие друзья, хозяева бала – это вы, и я очень рад, что у вас сегодня такие замечательные гости. Я очень рад, что окрепла эта традиция, которая недавно была совершенно неожиданным явлением, но самое главное, что сама идея была студенческая, и поэтому, конечно, вот такие традиции живут долго. И мне очень приятно, что внутри этой традиции уже есть свое традиционное, и в то же время всегда есть что-то свое неожиданное. Вот этот плавец сегодня предстал в такой новой постановке хорографической, которая, конечно, нас всех очень порадовала, была невероятно красивой. Мне очень радостно, что сегодняшний дефиле – подарок наших друзей из военного университета, а мы их по-прежнему назовем военфакт Московской консерватории, поскольку те, кто их сейчас учит, они сами заканчивали Московскую консерваторию и были именно факультетом, одним из факультетов нашей консерватории, а не здесь – дом. Для нас совершенно незыблемая традиция, подарок которой делает студенчество наш оркестр, утренов театра, потому что действительно бал, который идет под такое живое музицирование – это большая редкость, и, конечно, это замечательное преимущество именно нашей консерваторской жизни. Ну, было сказано, что этот бал посвящается юбилеем 150-летия Московской консерватории, и тем самым мы имеем возможность что-то сравнить с предыдущим балом. Ну, во-первых, бал весенний, но весна – это три месяца, и у нас уже было и в начале, и в середине весны, а вот сейчас – самый последний день. То есть фактически мы сегодня играем овертюру с сессии. Вот, и поэтому, безусловно, вот такой сброс напряжения, такая возможность порадоваться, пореселиться – это очень хороший заряд, заряд прочности на то, что вам предстоит, и я от души желаю вам успеха на этом естественном испытании, которое и есть радость студенчества. Ну, и если говорить о том, что прошло за этот год, действительно, вы сами видите, что прошло. Вернулся прекрасный, красавец, Рахманинский зал. Рядом с общежитием выросло 15-й этаж для здания, и мы будем праздновать на лоселье там в начале сентября. Оно уже будет заселяться. И дальше пойдет с рейсом 2-го, 3-го корпусов. Это все будет очень быстро происходить, вы сами в этом уже убедились. Самое главное, конечно, это творческие события, потому что позади конкурс Щековского и консерваторца блестящие, вы считали на этом конкурсе, и действительно, это наша общая радость. А сам вот этот юбилейный сезон, он насыщен такими событиями, которые, наверное, впервые в истории. Посмотрите, какая совершенно удивительная череда великих музыкантов выступала в Московской консерватории, приносят ей свой дар, как благодарность за полученное в этих стенах. С одним только нашим оркестром, как студенческим, так и концертом выступили такие гиганты, как Тимирканов, Гергиев, Федосеев, Лазарев. Сейчас сегодня здесь импетировал один Михайлович Юровский, который будет выступать 2-го числа. Такого не было никогда. В Пиваков Владимир Торторш уже выступил. И вот это все события праздника, который длится уже год и будет еще продолжаться позже Сентябрьской радости. Ну а сегодня вот этот самый замечательный наш праздник. Я вас под души и поздравляю с ним, и думаю, что вы проведете замечательные часы сегодня вместе и порадуетесь друг другу и консерваторией. С праздником!